Здравствуйте, дамы и господа, SCP LabRed, мы продолжаем выживать в этой лаборатории. Я на самом деле удивлен, что серии по этой игре набирают неплохое количество просмотров, учитывая то, что ранее выходили ролики по более проработанным хоррор-играм, по более интересным, по более сюжетным. Может быть, лор, конечно, не такой масштабный, как у SCP, но тем не менее, почему-то людям нравится именно SCP. Видимо, из-за распространения по сети, распространения и популярности. Так, о, слушайте, он гуляет. Я все это время даже не обращал внимания на камеру, а точнее, на монитор не смотрел. И, в принципе, нам, видимо, продемонстрировали местоположение его. Трудно понять, конечно, что это за помещение, учитывая то, что помещение здесь максимально похоже друг на друга. Но на этот раз, я думаю, мы сможем выжить, по крайней мере, на протяжении 20 минут этот челлендж сегодня. На этот раз я, помимо того, что буду моргать, я по-прежнему, после того, как мы встретим эту статую, как ее называют, или этого монстра, по-прежнему буду смотреть в его сторону, для того, чтобы он меня не настиг. Или, может быть, вращаться вокруг своей оси. Не уверен, что это правильная идея и хорошая. Но тогда он будет в моем поле зрения всегда, наверняка. Не знаю, как он здесь перемещается. Возможно, он за спину с легкостью, слегка и телепортируется. Так, желтая карточка первого уровня. Пока это максимум, чего мы достигали. Давайте, наверное, положим на этот раз в инвентарь фонарик, потому что батарейка имеет свойство разряжаться. Так что я, наверное, пока так похожу, пока здесь нет особо темных коридоров. Я думаю, нормально так. Не забываем моргать. Моргаем, смотрим, что здесь. И здесь, не помню, какой уровень нужен, но явно не первый. Да, второй уровень. Иногда я топчусь на одном месте, мне кажется, что кто-то приближается сзади, подходит. Надо было снять, мне кажется, ботинки, чтобы быть тише воды, ниже травы. Так, вот здесь вот мы проморгаемся. И сейчас я посмотрю налево. Он здесь. Я смотрю. Я смотрю по-прежнему. Я все-все смотрю в его сторону. По-прежнему. И не буду отводить никогда... Блин, может быть, я моргнул, конечно. Это мне никак не повлияло. Или повлияло. Так, ладно. Твою мать. Неприятно, хотел сказать я. И он все-таки меня настиг. Хотя я не развернулся. Я немного повернулся. Вспомнить, в какой стороне дверь. Похоже, эта борьба будет вечно. Вечное противостояние. Самый главный вопрос, который остался пока без ответа. Сможем ли мы вообще как-то от него убежать? Пятится назад, без конца. Видимо, двери закрывать это бесполезно. Абсолютно. Если я буду пятиться назад, без конца, то рано или поздно он просто откатит свою позицию. Или он так и будет бродить, ходить за мной. И ничего уже не сделать. Если я его встретил один раз, то все это... Пиши пропало. Это потеря своей жизни. Нам предстоит это выяснить. Кто-то мне в комментариях писал «Посмотри прохождение и потом только играй». Но какой в этом интерес? Интересно, когда ты сам выступаешь в роли первооткрывателя. Когда ты изучаешь свои элементы. Когда ты искренне реагируешь на то, что происходит. Да, конечно. Многих это может раздражать. Это нескончаемая тумбка. Ходьба туда-сюда и так далее. Но тем не менее... Так, ладно, я, наверное, закрывать не буду. Но тем не менее, это интересный опыт как минимум. И, я думаю, многим наоборот. Нравится, когда именно изучают. В первый раз впервые изучают на основной механике. Так, ладно, давайте сюда зайдем. Помогаемся в конце коридора. В прошлый раз я повернул примерно... Примерно в ту сторону. Но в прошлый раз и карта была другая. Так, проморгались. Здесь еще один коридор. И здесь лифт. Так, карточку я взял. Я даже не обратил на это внимания. Не подумал, а взял ли я карточку. Так, молодой человек с точно такой же карточкой. Для первого уровня доступа я даже нагинаться не буду. Хотя, ладно. Так, ну похоже, он выбрал вилкой в глаз. Но это для нас очевидно. Так, ладно, возьмем с собой. Это может пригодиться, как сказал бы Шарлок Холмс. Так, братан, прочекай, что там слева. Он там? Нет. Так, и здесь. У нас просто перекресток семи дорог. Блин, дрифт стикер напрягает. Опять появился дрифт стикер. Не знаю, что с этим делать. Так, моргнули. Прошли. Вот здесь вот, кстати, возможно, первого уровня карточка доступа сойдет. Так, ладно, братишка, посмотри, что к чему. Я пока возьму карточку, попробую пройти сюда. Нет, третий уровень. Ну, видимо, я слишком далеко зашел. Скорее всего, эту карточку где-то использовать там, в самом начале, где мы ее взяли. Так. Отсюда поет дождь из мужиков, вроде как. Или нет? Да. Мягкое приземление. Судя по этим звукам. Так, темнота. Указывает на то, что лучше использовать фонарик. Давайте сначала здесь чекнем. Моргнули. Моргнули еще раз. Вроде никого нет. Так, и здесь тоже требуется кар... Нет, не требуется. Так, слушайте. О, живой ей человек. Говорит, следуй за мной. Но, братишка, каким образом... Не знаю, я могу это сделать. О, нет, я передумал вообще. Следовать за ним, это плохая идея, мне кажется. Батарейка, кстати. Для фонарика. Я его еще не разрядил. Вроде его выключил, хотя выглядит так, как будто он горит. Так, ну будем надеяться, что за мной никто не охотится. Это первый уровень снова. И опять очередная записка. Мне в комментариях также писали, что переводить не умеешь. Ну, во-первых, да, я переводить не умею. А во-вторых, я вообще разобрать ничего не могу. Что здесь написано? Не знаю, видите вы или нет. Может быть, для вас это более-менее нормально выглядит. Но текстура низкого разрешения. Плюс еще разрешение дисплея не самое большое. И разобрать такие надписи крайне тяжко. Так, в контейнерах ничего не было. О, здравствуйте. Это считается, что я его обнаружил, как вы думаете? Ведь что мне делать в таком случае? И почему он продолжает издавать эти звуки? Ну что ж, дамы и господа. Это, скорее всего, самое продолжительное выживание было. Но я предлагаю сейчас моргнуть и зайти к нему. Моргнуть и пройти мимо него. Сейчас мы посмотрим, он все еще там. Он исчез. Он через какое-то время, похоже, исчезает, возможно. Так, сейчас посмотрим, я моргну. Где он окажется, он все еще там. Да, слушайте, двери открывать он не может, вроде как. Да-да-да, он там внизу. И снова здесь. Это хорошо, если через дверь он все-таки пролезать не может. Тогда мы сможем от него избавиться. Фишка в том, что мне надо как-то отследить свое моргание. Ладно, давайте сначала, наверное, рисковать не будем. Мы такой путь проделали. Но мне туда очевидно. Может быть, он оттуда исчезнет? Еще один коридор, да. Слушайте, здесь раны, похоже, трехчасовые в этой игре. Или, может быть, я назад пришел. Так, подождите, я пришел отсюда или оттуда? Нет, я, по-моему, с противоположной стороны пришел. Эти коридоры напоминают лабиринт. Лабиринт. Вернее, они таковым и являются. Да, слушайте, чем дальше я ухожу, тем больше мне кажется, что нам нужно именно туда. Но вот как его обойти? Идей пока у меня по-прежнему нет. Мне кажется, я сейчас зайду слишком далеко и не смогу даже то место найти. Но это будет плохо. Да, короче, надо возвращаться. Надо возвращаться, там явно какой-то контент. Так, ладно, пока я не забыл, где это место. Я все-таки сгоняю туда, но предварительно. Мы посмотрим, что вот здесь находится. Маска. О, я могу ее использовать. Видимо, где-то будет зона, которую без маски мы пройти не сможем. Здесь еще череп. Не думаю, что карточка первого уровня доступа нам поможет. Похоже, здесь действительно бродить, не перебродить. Какая-то кнопка, которую нажать нельзя. Здесь дополнительная информация. И также инфа про этот череп. Написано, что не трогать. В любом случае, мы не сможем его потрогать. Бедного Йорика не освободить. По крайней мере, сейчас. Так что мы возвращаемся. По-моему, оттуда я пришел. Шел. Да. Не знаю, почему так случилось. Может быть, он где-то промелькнул, но я его не видел. Но здесь действительно нужно действовать быстро. Пока мы выяснили, что здесь есть противогаз, который поможет нам избежать, видимо, комнат с газом или что-то вроде того. Ну, точнее, просто их пробежать. Так, но этого мы брать не будем. Я предлагаю трупы, завязывать трупы таскать. Потому что это бесполезно. Не бессмысленно. Просто пока просто моргаем, смотрим в разные стороны. Можно, наверное, побегать. Учитывая то, что я не использую вообще стамину. Я думаю, бегать — это хорошая идея. Что-то одна дверь за... Другой. Блин, и что вот сейчас в этой ситуации делать? Я сейчас моргну. Он приблизится ко мне. Ладно, эта дверь закрыта. Сейчас закроем. Ну, давайте попробуем моргнуть. Вроде его сдерживает, эта дверь. Но это не точно. Ладно, будем надеяться, что сдерживает. Теперь используем стамину. Резкий рывок. И запоминаем. Сейчас я попробую отвернуться. Вроде как он... Моргнул, моргнул. Вроде как он не приближался, да? Запоминаем, что справа этот ублюдок, и туда лучше не ходить. Продолжаем движение. Поспешим на этот раз. Жизнь меня научила именно этому. Так, вот здесь, кстати, может быть, прокатит карточка первого уровня. Эти двери мы пока не закрываем. Здесь закрыто. Монстра пока не видно. Карточку я не мог нигде упустить. Вроде как. Скорее всего, она где-то вот здесь, например. Так, о, снова. На этот раз, смотрите, мы быстро обнаружили противогаз. Но карточки здесь нет. И в прошлый раз тоже не было. Сейчас на столе посмотрим. Убедимся. Да, на столе тоже ничего нет. Закрываем инвентарь. Моргнули. Для храбрости. Погнали дальше. Так, это уже лифт. И здесь как раз-то обычно карточкой валялась в прошлые разы. Но не сейчас. Видимо, придется подниматься или спускаться. Сложно сказать, поднимаемся мы или спускаемся. Но скорее всего, поднимаемся. Так, и возможно, здесь как раз-то будет зона, где нам потребуется, да, противогаз. Куда-то он отскочил. Что-то на этот раз... Ага, все, есть. Так, быстренько давайте пробежим. Кстати, я не моргаю в противогазе. Не знаю, хорошо это или плохо. Рука. Нет, моргаю. Уже холодно. И здесь огромный монстр. Песик, кушать? Я побежал. Удивительно, но здесь, помимо этого орехообразного господина, есть еще... Это что такое? По-моему, это ПНВ, ребята. Да, это еще и ПНВ. Так, ладно, пробегаем здесь. Надеюсь, этот пес не цепной, так сказать. Если этот орехообразный друг, еще здесь подключим. Может быть, на каждом этаже отдельный моб? Вот это будет замечательно. Если здесь только пассивная собака, это прекрасно. Ничего не вижу в этом противогазе. Я и сам как в противогазе. Из-за того, что фоу... У... Гранитура виртуальной реальности небольшой. Но, судя по всему, я на правильном пути или нет. Честно говоря, я думал, я обошел и вообще другой путь нашел. Да, здесь несколько путей. Так, ладно. В принципе, мы можем снять противогаз. Я не уверен, нужно ли тут менять фильтры. Бесконечный он или конечный. Кнопок здесь никаких нет. В этом коридоре я был или не был? Не знаю. Ну, там кто-то воет. Или это я? Ау. Так, ну и мы увидели пса. Мы все его видели. Быстренько пробегаем здесь. И, скорее всего, я опять побежал назад. Черт его лабиринты. Больше всего, пока я ненавижу их. Быстрее, лифт. Все нормально. Так, ладно, давайте хотя бы попробуем, как ПНВ работает. Ой, я чуть не ослеп. Так, ладно, здесь мы нашли ПНВ. Но мне кажется, что я должен был здесь найти карточку. Сейчас посмотрим, куда мы в итоге прибудем. На следующий этаж или на предыдущий. И там мы все сможем, возможно, решить. И мы, похоже, на предыдущем этаже. Про моргание теперь нужно не забывать. Так, здесь мы никак пройти не сможем. Хотя, не знаю, может быть, и на другой этаж. Сложно сказать. О, зато мы в очередной раз встретили Мишку. Но я действительно выжил. Выжил по-прежнему живой. Вас, наверное, это удивит. Но я приноровился хотя бы. Немного. Так, слушайте, это другой этаж, похоже. И нам в любом случае возвращаться назад нужно. Скорее всего, карточка третьего уровня доступа или второго уровня доступа именно на уровне с собачками. И, скорее всего, там нужно использовать ПНВ для того, чтобы обнаружить эту самую карточку. Но сделаем мы это уже в следующий раз. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok